МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире самая школьная программа «Четыре четверти». Правда, сегодня наша программа не совсем школьная получилась. Она, скорее всего, праздничная. Это почему так? Потому что на прошлой неделе столько праздников было, что нельзя о них не рассказать. На этот счет ты прав. Но не будем торопиться, расскажем обо всем по порядку. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Я тоже в первую очередь о юбилее нашей школы рассказать хотел. В этом году она отметила свой 25-й день рождения. А помнишь, учителя нам рассказывали, что первая школа встречала своих учеников не как обычно 1 сентября, а 20 ноября. И теперь именно этот день считается днем рождения школы. А мне больше всего понравилась история о том, как педагогам пришлось добираться на открытие школы. Это ты про момент, когда вахтеры учителей заперли в общежитии, и им пришлось воспользоваться окном? Да. Да, необычная ситуация получилась. Это точно. Вот и мы своим учителям в день рождения школы скучать не дали. Надеюсь, они на нас не обиделись. Это ты про розыгрыш, который мы вместе с близняшками Ани и Яной организовали? Совершенно верно. Думаю, нашим телезрителям очень интересно стало. Так-то давай всем покажем один из наших розыгрышей. С удовольствием. Лилия Ивановна с юбилеем. Спасибо большое. Лилия Ивановна с юбилеем школы. Так ты же меня уже поздравляла. Лилия Ивановна с юбилеем. Лилия Ивановна с юбилеем. Лилия Ивановна с юбилеем школы. Ох уж этот юбилей. Ивановна с юбилеем школы. Меня не пугают ни волны, ни ветер Плыву я к единственной маме на свете Плыву я сквозь волны и ветер К единственной маме на свете Мама, самое дорогое, что есть у нас – детей Даже не говори И очень хорошо, что есть день, когда можно поздравить не только свою, но и других мам с праздником А давай покажем, как мам поздравляли третьеклассники из четвертой школы С удовольствием Мама, самый лучший в мире друг Как из любви, как ее яру В канун празднования Дня матери Третьеклассники четвертой школы пригласили своих мам в детскую библиотеку И все для того, чтобы в необычной форме показать им свою любовь и выразить благодарность Мы должны показывать маме, что мы ее любим, обожаем Что она самая-самая лучшая на свете И любит нас, и поэтому мы ее тоже Она нам помогает в уроках И мы ей иногда помогаем Ее успокаиваем, она нас успокаивает То есть все взаимно Это самый замечательный праздник для нас, для наших мам Он нужен, чтобы поздравить наших мамочек с Дню Матери И чтобы поднять им дух В этот день звучали добрые и ласковые слова в адрес всех мам Ребята читали им стихи, дарили комплименты А сотрудники библиотеки для поднятия настроения Организовали игровую программу Участниками которой стали не только дети, но и мамы Конкурсов было очень много и интересных Самым запоминающимся для всех стал конкурс «Пантомим» Темой которого стали стихотворения «Агни и Барто» Мамы мастерски изображали зайчиков, медвежат и лошадок А ребята отгадывали, о чем идет речь Помимо этого мамы продемонстрировали свою ловкость А именно, как они с легкостью справляются со всеми домашними делами Для ребят задания оказались немного сложнее Дети с завязанными глазами должны были по рукам узнать свою маму И показать, как быстро они умеют наводить порядок А вот самым лакомым на этом празднике оказался конкурс «Вкусное варенье» Я кормила маму вареньем И она первая отгадала, что оно клубничное Праздник очень понравился Нам очень понравилось, что дети отнеслись к этому очень серьезно Чувствуется, что они любят своих мам, своих родителей Они подошли к этому очень серьезно Ответственно, с любовью, играли в игры, старались Каждый хотел, чтобы его мама поучаствовала в этом празднике Конечно же, я считаю, что такие мероприятия очень нужны Праздник удался на славу Ребята подарили прекрасное настроение своим мамам А те, в свою очередь, побаловали своих сыновей и дочек вкусными сладостями Красивые, оригинальные и необычные поделки Согласен с тобой Интересно было побывать на выставке А ты не знаешь, чья работа стала самой интересной? Знаю Но об этом ты сейчас и сам узнаешь Бумажные вазы, цветы из бисера, поделки из соленого теста И это малая часть тех работ, которые были представлены на выставке в эколого-эстетическом центре «Гармония» Мероприятие проводится ежегодно И в его рамках проходит конкурс творческих работ среди детей и молодежи В этот раз конкурс приурочен ко Дню матери Он даже так и назывался – «Подарок маме» Принять участие в конкурсе могли все желающие – от 7 до 35 лет Я делала вазу для мамы Мне помогал папа И я заняла первое место Выставка проводилась по следующим номинациям Текстильное творчество, волшебный бисер, тестопластика, бумажный декор и смешанная техника Членом жюри, а в его состав вошли педагоги детской школы искусств и специалисты центра «Современник» Предстояло оценить 70 творческих работ Главным критерием отбора являлись оригинальность исполнения работы, соответствие тематики, художественная выразительность и технологическое мастерство По итогам конкурса выбрано 15 творческих работ Пяти из них присуждено первое место, остальным второе и третье соответственно Победители награждены грамотами и памятными призами А на этом у нас все Включайте телевизор ровно через неделю в это же время И мы, как всегда, поделимся с вами интересными событиями, которые происходили в учебных и досуговых заведениях нашего города Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!